Стояла поздней осенью, стерва там, но уберила листья, и только на верхушке дикую яблони есть веселое одно истинное. Кирилл еще дошкаленок, ему 7 лет, а читать научился в 5. Говорит, мне мама много читала букварь, а в детском саду приучали к сказкам Владимира Сутеева. Какая тебе сказка Сутеева больше всего нравится? Книжок яблок. Почему? Потому что там есть герои красивые. Герои книг писателя и художника Владимира Сутеева и правда красивые, добрые. Детишки любят смотреть его книги с картинками. Яркие зрительные образы героев сказок, понятные иллюстрации помогают ребенку лучше понять и представить содержание книги. Писал очень доступно произведение. Детям очень нравится, мы вообще изучаем уже с младшего возраста. Тут же играет и воображение, и фантазия, затрагивается у детей мышление. Папа, кушать нам охота. Что же делать? Как же быть? Чем зайчаток накормить? О том, чтобы на площадке детского сада номер 34 провести фестиваль детского творчества по произведениям Сулеева, говорили еще осенью. Тем более у писателя был юбилей. 115 лет со дня рождения. И вот сегодня уже фестиваль. Этот фестиваль имеет целью приобщить детей раннего и дошкольного возраста к чтению. Наши дети еще, конечно, только учатся читать в подготовительной группе, но картинки настолько замечательные у этого писателя, что уже с раннего возраста эти книги у нас в группах есть. Дети их рассматривают с удовольствием. Вообще писатель очень знаменит, он переведен на 36 языков в мире. В сегодняшнем фестивале принимают участие 13 детских садов и 10 из них участвуют в театрализованных представлениях на тему самых популярных сказок Сулеева. Очень мы скучали. Жить будем вместе без печали. Мы закончили рассказ поучительности. Тут идет и театрализованная деятельность, тут и различные коммуникативные, то есть это как бы общение, скажем, в обществе, это умение представить себя. Также идет нагрузка на восприятие, на мышление, на память. Владимиру Сутееву принадлежат полюбившиеся детям сказки «Под грибом», «Кто сказал мяу», «Три котенка», «Мешок яблок». Актуальность проекта в том, что сказка может в увлекательной форме и доступными для понимания словами показать, к чему приводит тот или иной поступок героя. Дети даже не подозревают, что в сказках им внушаются педагогические запреты, табу и даются советы. Застал муравья, сильный дождь, сильный дождь. У них красивые картинки, там мало буквок, и они раскрасочные, даже как будто в мультике тоже как будто сказки идут, какие-то красивые даже. Они сказки вообще любят все, потому что они родноцветные, как радуга. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.